Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам Mercedes-Benz E200 2016 года выпуска. Выражаю благодарность автослону Mercedes-Benz Орловка за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такой очень элегантный ключ, абсолютно новый. Давайте начнем. Довольно массивные двери, они открываются на широкий угол, облегчая посадку и высадку. В этом автомобиле установлено 9 подушек безопасности, включая коленную подушку безопасности для водителя. Комбинированный салон, кожа и алькантара и тиснение белыми нитками. Очень гармоничное сочетание. В салоне царства роскоши, это кожа, натуральное дерево. В этом автомобиле установлен отличный оплотнитель, трехспицевый кожаный мультируль, перфорированные вставки. Силуэт автомобиля спереди. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку. Два огромных дисплея, 12,3 дюйма. Замечательно просто. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля. Очень легкий руль. Кстати, у руля еще скошенная нижняя часть. Удок. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет механические регулировки и огромные углы хода. Удобное положение вы сразу для себя подберете. В этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фар. Противотуманный фонарь. Также дальний свет фар, как обычно. Все четыре стекла здесь полностью автоматические. В одно касание опускаются и поднимаются. Притом здесь установлены двойные стекла для лучшей шумоизоляции. Задние стекла опускаются до конца. Блокировка стекла. Электрорегулируемые зеркала. Они соответственно с подогревом. Все зоны отлично просматриваются. Имеется электрокриводскладывание. Неизменимая вещь, особенно на тесных парковках, чтобы вас не зацепили. Они довольно быстро складываются и раскладываются. Активация здесь у нас центральный замок. Практически бесшумный. Подогрев сидений для водителя и для пассажира. Он имеет три ступеньки. Высокая, средняя, низкая и отключение. Очень элегантные ручки, как произведение искусства. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого. Замечательный автомобиль. Здесь находится у нас ручка для открывания капота. В этом автомобиле установлена панорамная крыша. Хромированная окантовка дверных рамок. Потрясающие светодиодные фонари. Задние датчики парковки. Двойные выхлопные патрубки. Диодная подсветка номерных знаков. Камера заднего вида. Вот сюда она прячется. Хромированная вставка на крышке багажника. Диодный, соответственно, стоп-сигнал. Проушин для буксировки. Диодный, соответственно, стоп-сигнал. Проушин для буксировки. Диски пятиспицевые AMG. Размеры шин 275х35. Потрясающе смотрятся. Шины бюкьер. Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Надпись Mercedes-Benz. Вин-код автомобиля. Вин-код автомобиля. Матричный адаптивный светодиодный свет. Потрясающе просто. 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 Передние тормоза дисковые и вентилируемые. Задние тормоза также дисковые и вентилируемые. Клиренс 150 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26. Снаряжная масса данного автомобиля составляет 1605 кг. Полная масса 2245 кг. Объем багажного отделения составляет 540 литров. Длина данного седана составляет 4923 мм. Ширина 1852 мм. Высота 1468 мм. И колесная база 2939 мм. Сборка данной модели осуществляется в Германии. Основные конкуренты этого автомобиля это BMW 5 серии, Audi A6, Hyundai Genesis, Jaguar XF, Lexus GS и Infiniti Q70. 11 января 2016 года на автосалоне в Детройте состоялся непосредственно дебют 5-го поколения Е-класса в лице автомобиля Mercedes-Benz с обозначением W213. Седан Е-класса построен на модульной платформе MRA. Его дизайн выполнен в фирменном стиле бренда и внешне напоминает автомобили C-класса в кузове W205T и, соответственно, S-класса в кузове W222. Соответственно, автомобиль прибавил в габаритах. Он получил большое количество различных электронных инновационных систем. Это и адаптивные светодиодные матричные фары, соответственно, системы автоматической парковки и так далее. А также, кроме того, первой версией модели комплектуется 9-ти ступенчатой автоматической коробкой передач 9G Tronic. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Мягкий кожаный подлокотник, также панели дверей, деревянные вставки, высокочастотные динамики аудиосистемы, вещевой отсек, открытие крышки багажника, дистанционное с места водителя, подсветка дверей, алюминиевые накладки на порогах с надписью Mercedes-Benz, помощь на дорогах, QR-код автомобиля, считываете его при помощи смартфона и получаете информацию, соответственно, через приложение. Коврики АМГ. Улические сидения имеются как электрорегулировки, так и механические, механические – это продольные регулировки, вот здесь подпор для голеней, механические регулировки, электропоясничный подпор по четырем направлениям, незаменимая вещь, особенно в дальних путешествиях, чтобы спина не затекала, регулировка электро по высоте нижняя и верхняя части, соответственно, и спинка сидения. У сидений развитая боковая поддержка, такие ковшообразные сидения, регулируемые подголовники, ремни безопасности, при том здесь установлены активные подголовники, и сами сидения как произведение искусства. Педальный узел, алюминиевые накладки на педалях, он с подсветкой, традиционно для Mercedes-Benz рычаг открывания капота окрашен в красный цвет, электронный стояночный тормоз, регулирование яркости подсветки приборов, здесь у нас контурная подсветка идет, и при том изменяется интенсивность подсветки, а также цветовая гамма, электронный ручник, чтобы его снять, необходимо потянуть на себя, и чтобы его активировать, необходимо на него нажать. Все очень просто. Теперь я предлагаю послушать звучание двигателя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ограничитель здесь установлен на 4000 в режиме паркинг. Вполне достойно звучит. На холостых оборотах его едва слышно, никаких вибраций в салон автомобиля не проникает. Потрясающий просто дисплей, очень проработанная графика, управление, соответственно, здесь дворниками, управление круиз-контролем, задаете скорость, лимит, соответственно, до 240 км в час, и деактивация. Девятистепенчатый автомат здесь установлен, режим Drive, нейтраль, режим Reverse, задней передачи. Активируется камера заднего вида. Здесь у нас еще также пиктограмма по датчикам парковки. Просто потрясающая графика для такого дисплея. Притом, еще можно сконфигурировать различные параметры, как видите. Великолепная просто графика. Наверное, самая лучшая в классе, в своем классе. И, конечно же, здесь динамические линии для парковки. Они показывают вам наиболее правильную, наиболее удобную траекторию для парковки при повороте руля. Так что запарковать автомобиль не составит труда. Великолепная система. Очень продуманная. Вот в таком режиме все отображается. И, соответственно, режим у нас паркинг. Один раз нажимаете на эту кнопку. Все очень просто. Подрулевые лепестки переключения передач у нас здесь. Плюс, соответственно, передача выше. И минус передача ниже. Здесь у нас сенсорное управление. Тачпад. Как видите, в таком режиме все работает. Также с этой стороны различная дополнительная подфункция. Как видите, это запас хода, расход. Затем это у нас пробег. Цифровой спидометр. После сброса. Сколько вы пробовали в пути. Средняя скорость. Расход после старта. Индикация ИКО. Вот, в принципе, вся кнопка у нас. Отключение звука. Прибавить и убавить звук. Кнопка, соответственно, назад. Дополнительная система. Техническое обслуживание, как видите. Датчик давления в шинах здесь установлен. Система Ассист Плюс. Охлаждающая жидкость. Соответственно, здесь у нас температура для охлаждающей жидкости. Ну, вот, в принципе, и все для этого меню. Затем это вспомогательная система. Как видите. Attention Assist. Уровень внимания. То есть, можно настроить низкий и высокий порог для чувствительности. Затем это путевая статистика. То есть, бортовой компьютер. Навигация. Как видите. Все очень быстро отображается. Радио. Носителя. Для телефона. Содержание индикаторов. Навигация. То есть, можно все настроить индивидуально. Допустим, только навигация. Или индикация ICO. Расход. Притом, эти дисплеи, они очень хорошо конфигурируются. Также, вот здесь у нас с этой стороны есть индикатор. Здесь также все продублировано. Кнопки принятия отмена вызова телефона и голосовое управление. Но сейчас оно на английском языке. Оно тоже идеально работает. Help. For which functions do you want help? Select track or media player functions or voice controllable devices. Cancel. Cancel. Вот в таком режиме все у нас работает. Что я могу сказать по качеству отделочных материалов и по качеству сборки. Это, наверное, что-то приближенное к S-классу. Потому что, смотрите, здесь даже панели дверей. То есть, сама торпеда, центральная консоль, все затянуто в мягкую кожу. Даже в некоторых местах это стилизация под кожу и тиснение нитками есть. Поэтому создается впечатление маленького S-класса. Даже вот усилие на дефлекторах вентиляции. То есть, этот звук напоминает что-то Bentley. Что-то наподобие того. И каждой детали в этом автомобиле уделено повышенное внимание. Здесь установлен двухзонный автоматический климат. контроль. Регулировка для температуры. Различные зоны. Соответственно, индивидуальные настройки. Регулировка для потока воздуха. Затем автоматический режим. Передний и задний обогрев стекол. Рециркуляция, активация. Активация кондиционера. Также остаточное тепло. регулировка температуры для пассажира. Соответственно, здесь меню у нас. Если нажимаете на этот селектор. Потрясающе. Просто система настолько продуманная, детально проработанная. То есть, удивляешься. Автомобиль просто всегда тебя удивляет. День за днем. Кстати, вот у нас все переключатели пластиковые, но создается впечатление имитация под металл. Поэтому такое двойякое впечатление оставляет, но в целом очень даже неплохо. Аналоговые часы у нас предусмотрены. Продублированы основные кнопки для навигации, для радио, для медиа, для телефона и для настроек автомобиля. Здесь тоже все оттенуто мягкой кожей, глянцевый пластик, крепельница и прикуриватель. Здесь у нас вещевой отсек находится. Основной контроллер системы команд. То есть, такая шайба, прокручиваете ее, кнопка назад добавили. То есть, это меню основное. Прибавить и убавить звук, отключение для дисплея, активация различных режимов. То есть, это режимы для подвески, для рулевого управления и для двигателя. Отключение здесь у нас датчиков парковки, активация для камеры. Здесь все нужно регулировать отдельно. И отключение системы автостарт-стоп. Она существенно помогает вам экономить топливо. Также переключение для трека добавилась. Кнопка назад и у нас основное, то есть меню. Это основное меню. Давайте зайдем в подменю навигация. Графика просто великолепная. Приблизить, отдалить. Использование зума. Экран не подтормаживает, не подлагивает. То есть, настолько детально проработали инженеры. просто так заморачиваются только в Mercedes-Benz, если честно. Чтобы посмотреть, вот даже приблизить и отдалить, насколько это деликатно здесь происходит. Здесь у нас все понятно. Режим 2D, 3D, компас, различные еще предустановки. Соответственно, очень проработанное детальное меню, ввести цель, допустим, вот цели, затем это меню для карты, здесь мы уже были, маршрут можно выбрать, избегать, установки маршрута, сообщить в опасности, ваше местонахождение, затем это опции, различные содержания для карты, текстовая информация, то есть каждая подменю имеет еще под, 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 подменю, поэтому разобраться во всем можно, но потребуется время. Я не могу сказать, что это очень сложная система, но она в определенной степени требует сноровки, как минимум привыкания, вот в таком режиме все отображается, давайте вернемся в основное меню для радио, здесь я думаю все понятно, это основное меню для радио, память каналов, диапазон частот, интернет радио можно настроить, также звучание, то есть это эквалайзер, затем это баланс и фейдер, и дальнейшие установки звучания даже есть, смотрите, при том это не самая, так скажем, топовая именно мультимедийная система, здесь еще доступна вермистер, аудиосистема топовая, ну в принципе и вот эта стандартная звучит, звучит довольно неплохо, следующее под меню это медийные источники, то есть это USB-вход, можно все соединить, управление для телефона, Apple CarPlay нам обещали, но пока что-то еще ребята из Mercedes Pans не доработали, хотя уже Volkswagen эта система работает идеально, браузер, сейчас наверное, да, может он подключиться к интернету посредством скорее всего SD-карты, либо посредством симки это происходит, соединение с интернетом, так, сейчас он подгружает информацию, да, в общем, пока подгружает информацию, здесь у нас подлокотник, вещевой отсек, два входа USB-SD-карта, то есть для прослушивания любимой музыки, для MP3-плеера, для iPod, для всяческих гаджетов, что он подлокотник, здесь очень мягкий, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, здесь у нас подсветка в зеркале, активация для подсветки, также с этой стороны, штурманский свет, соответственно, помощь на дорогах, здесь у нас вот такая кнопка, накрашена в красный цвет, контейнер для очков, он обит ткани у нас, микрофоны для hands-free установлены, датчики объема также, макияжные зеркала, здесь они соответственно с подсветкой, держатель для карт, поручни утоплены в крышу, панорамная сдвижная крыша, дефлектор, замечательно, просто, потрясающе открывается вид, соответственно, выдвижные шторки, прекрасно, давайте продолжим смотреть это меню, автомобиль, настройки, здесь у нас режим динамик, select, данные по автомобилю, все-таки графика просто, не писать словами, графика, данные двигатели, действительно, Mercedes-Benz задает высокую планку BMW 5 серии, соответственно, Audi A6 нужно подтянуться, они, я думаю, в свое время тоже они подтянулись и догнали, но в любом случае, когда C-шка появилась, когда появился S-класс, такое количество опций, никто еще не предлагал в классе, то есть, это был, наверное, был какой-то виток эволюции, топовый автомобиль во всем, так и в принципе с E-шкой получается, это тоже топовый автомобиль, вспомогательные системы, здесь у нас ESP, то есть, это система динамической стабилизации, отключения, система распознавания дорожных знаков, здесь у нас встроенный радар, камера и парковочный парковочный автопилот, автомобиль сам припаркуется, перед препятствием он оттормаживается, то есть, есть практически все, мыслимое, немыслимое, автомобиль сам едет, сам паркуется, просто вот ответственность, опять-таки, это юридическое, кто на себя возьмет при любой внештатной ситуации, система Attention Assist, она предлагает вам выпить чашечку кофе, вот загорается такой индикатор, если вы устали, если она чувствует, что вы устали, там по определенным параметрам сканируется именно ваша усталость, я уж образно, конечно, говорю об этом, расход, здесь у нас отображается после поездки установка для освещения, комфортная подсветка, то есть, можно выбрать яркость, соответственно, отрегулировать свет, смотрите, какая цветовая палитра вам предоставляется, большое количество цветов, великолепно смотрится, особенно ночью, практически, как в S-классе у нас подсветка будет, великолепная система, весь автомобиль у нас здесь, не только отдельная часть автомобиля, как видите, дисплей, тоже регулировка для яркости, освещение, то есть, это задержка для освещения, установки для автомобиля, защита от буксировки, ограничение скорости, это зимние шины, защита салона, регулировка ремней безопасности, акустическое подтверждение, блокировка для замка и так далее, автоматическое складывание зеркал, блокировки различное, руководство по эксплуатации автомобиля, сейчас тоже подгружается эта система, вот так здесь все отображается, видимо, еще не подгружен русский язык, вот в принципе и все для этого режима, затем настройки Individual, Sport+, Sport, Comfort и Eco, здесь также у нас анимированное меню, Eco, режим Comfort, Sport и Sport+, огненно-красный такой режим, очень интересный, и затем это у нас настройки для системы изображения и стиля, то есть это дизайн, спортивный, классический, прогрессивный, расход, тут динамично, различные режимы, яркость для дисплея, дисплей включения, ночной, дневной режим для дисплея, ввод, чувствительность, Touch Control, сенсорная панель также, то есть непосредственно вот это у нас сенсорная панель для ввода, аудио, здесь мы уже были в этом подменю, тоже очень много дополнительных систем, можно просто, наверное, часами зависать и изучать различные возможности, соответственно здесь Wi-Fi есть, протокол Bluetooth, все поддерживается, нужно соединить все с интернетом, определенные приложения, то есть автомобиль у вас получается какой-то будет планшет, смартфон, то есть в котором есть все от А до Я, то есть это продолжение полностью у вас, время и дата, здесь у нас настройки, часовой пояс, установить формат, установки для формата, соответственно, затем это настройки для языка, меню, единицы измерения, километры, мили, дополнительный спидометр, персонализация, здесь у нас профили можно задать, кстати, очень интересная система, дополнительный спидометр, все, я понял, то есть здесь вот загорается такая индикация, мили, вот здесь, если вы видите, для включения и отключения дополнительного диспайя, персонализация, актуализация программного обеспечения, затем это резервирование для системы, экспорт данных, пинзащита, можно код установить информацию в системе, также подгружается она не на русском языке, пока, видимо, еще не заложили в систему дополнительную информацию именно на русском языке, вот в таком режиме отображается мультимедийная система команд, ее довольно легко использовать, я думаю, не возникнет каких-то сложностей при освоении этой системы, единственный момент, что она немножко трудновато для восприятия, наверное, после iDrive сложно будет привыкнуть к этой системе, после MMI, которая у Audi, ну и, соответственно, у Lexus там совсем другая история, у Infiniti тоже, и у Acura это уже своя отдельная песня, что мне лично в этом автомобиле очень понравилось, это просто идеальная шумоизоляция, интересное рулевое управление, множество настроек, затем это крепкая сбитая подвеска, конечно же, это очень крепкие тормоза, очень цепкие хватки, затем интерьер, здесь очень уютно, по-домашнему уютно, ко всему очень быстро привыкаешь, и потом уже очень сложно даже за уши не оттащишь из салона, потому что ты быстро привыкаешь к хорошим вещам. еще очень интересный для меня фактор, в этом автомобиле нет, пожалуй, ни одного раздражающего элемента, все настраивает на спокойствие, царство, просто какое-то уюта и роскоши, поэтому здесь ты постоянно отдыхаешь, было бы неплохо добавить массаж для сидений, также вентиляцию, так в целом замечательно просто. вот еще кстати в главном меню есть подсистема, здесь мы уже были, это цветовая гамма, подменю для цветовой гаммы, затем это вот особые цели, как видите, для маршрута, искать цель, а затем это Mercedes-Benz приложение, сейчас оно подгрузится, Mercedes-Benz Apps, то есть в зависимости от того, Android у вас или Apple продукт, можно все соединить, прекрасно все работает, опять-таки эта система еще обещает нам доработать, вот, Mercedes-Benz Apps, потом звучание у нас идет, включение, включение, звучание, ну вот в принципе наверное и пока все на этом, тегирование также идет здесь, да, еще я забыл упомянуть, традиционная фишка Mercedes-Benz это парковочные огни, включайте их, в зависимости от того, справа или слева вы стоите, очень удобная вещь, только Mercedes-Benz это использует, вот, очень интересное подменю этой системы изображение и стили, дизайн, то есть для приборной панели, сейчас мы у нас в прогрессивном находимся подменю дизайна, давайте перейдем в спортивный, спортивный, как видите, классический, и прогрессивный, в таком режиме все отображается, великолепная система, на мой взгляд, шкаф. С offenей в бизнесе есть богачий и другая odus с сх Продолжение следует... 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 Продолжение следует...